В Нижнем Тагиле на Гальянке молодой охранник, здоровый телом, но не душой крепыш, взял в заложники свою жену и ее семилетнего сына, отобрал у супруги телефон, угрожал ей пистолетом и ножом, бил женщину и почти неделю держал пленников заперти. Все это время 29-летний кухонный боксер, мозги которого, похоже, съехали на бекрень ближе к осени, разрешал жене звонить лишь со своего телефона, следил за тем, чтобы супруга не сказала ничего лишнего и отвечал вместо нее в мессенджерах и соцсетях ее друзьям. В ходе одного из телефонных разговоров под дулом пистолета, по дрожащему голосу родственники догадались, что в семье что-то неладно, а накануне пленница смогла отправить подружке смс-ку, сообщив о том, что они в заложниках, дали цитата «У него пистолет и нож, поможете, если хорошо будет, пишу и удаляю сообщение, пока есть время, от меня заявлять нельзя, он меня убьет». Получив это тревожное сообщение, родственники обратились в полицию. Силовики накануне штурмом взяли квартиру в доме на Уральском проспекте, выбили дверь и повязали спятившего охранника. В наручниках увезли его в полицейский участок, где захватчик продолжал снимать видео и выкладывать его в сеть. Позже за ним приехали санитары. Знакомые знали, что у охранника прежде были проблемы с головой, и он пил таблетки. Судя по тому, что семейный агрессор выкладывал в соцсетях, он, вероятно, вообразил себя Рэмбо, любил позировать с пистолетом в руках и демонстрировал при этом свои бицепсы и прочие телесные излишества. Пленница после освобождения успела рассказать своей подружке о том, что во время заточения муж ее бил, постоянно следил за ней, даже когда женщина ходила в туалет, и постоянно зависал в интернете. Даже свою страничку создал. Изъятый в квартире пистолет оказался пневматическим, но в руках полоумного кухонного боксера он в любой момент мог оказаться смертельно опасным. Руководитель пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых уточнил, что задержанный 29-летний гражданин состоит на учете у врача-психиатра и был судим за грабеж и насилие в отношении представителя власти. Освобожденная пострадалица лишь полгода назад вышла за него замуж, не подозревая о том, что ее ждет. Сейчас жизнь и здоровье молодой женщины и ее семилетнего сына вне опасности. Следственный отдел СКР по Тагилстроевскому району выясняет, были ли в действиях семейного захватчика признаки уголовного преступления по статье «О незаконном лишении человека свободы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова